для синхронизации и так уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодняшнее видео будет носить больше теоретический характер чем практический то есть ничего я не покажу как я делаю я буду просто говорить а говорить я хочу сегодня о том что лучше использовать ветрогенератор либо солнечные панели почему я считаю что данный вопрос является совсем в корне некорректно поехали итак мне часто задают вопрос о том что лучше поставить человеку в его хозяйстве ветрогенератор либо солнечной панели либо звонят и говорят мне нужен ветрогенератор я хочу его поставить и немножечко я сказал мягко говоря некорректно реагируют на мои вопросы типа а где вы живете какой у вас там ветер и вообще стоит ли вам именно ветрогенератор часто мне говорят типа ты хочешь продать свой ветряк или нет и я честно таким людям говорю нет я не хочу продать ветряк потому что я далеко не торгаш мне нравится делать людям хорошо вот и если при выборе допустим поставить ветряк где он будет работать и где этот человеку будет давать энергию чем просто под продать его и водрузить как памятник в той местности где он не будет работать я выберу первое то есть я лучше получу меньше денег но больше получу пользы от этого изделия тем тем людям которым нужен ветряк для того чтобы он просто у был украшением на его участке я советую обратиться на сайт aliexpress набрать винт турбин 600 ватт вот или даже по-русски ветра генератор 600 ватт купить эту китайскую игрушку она будет украшать вам прекрасно вашу удачу и вы будете перед соседями как бы говорить что вот у меня есть ветряк но тема не об этом нет тему об этом почему итак продал знать при выборе как бы продажи ветряка туда где он не будет работать и при выборе все-таки его не продавать туда я выберу данном случае второе а почему именно вот допустим как я могу как я отвечу на вопрос что лучше как можно ответить на вопрос что лучше допустим машина либо велосипед если нету бензина просто его нет или допустим что лучше та же машина либо велосипед если идет сильный ливень вот тоже самое некорректный вопрос не зная водные отвечать на вопрос что лучше солнечной панели либо ветрогенератор допустим у нас сейчас 9 мая сегодня погода как никогда у нас пасмурно вот сейчас даже покажу вам прям так онлайн режиме вот наша погода то есть видно что тучки везде на горизонте где-то даже они серенькие вот и посмотрите вот работают ветрячки то есть солнечная погода отсутствует соответственно солнечной панели не работает итогу то есть при я не могу ответить однозначно на вопрос что лучше солнечной панели и либо ветрогенераторы без водных данных человек покупает ветряк ну вообще задумывается об источниках альтернативной энергии то только на его совести лежит такие лежат лежит ответственность за то как он оценит свои возможности возможности своего региона вот для использовали для использования альтернативы пожалуйста не задавайте мне вопрос что лучше ветряк либо солнечной панели потому что однозначного ответа у меня нет для своей местности кавказских минеральных вод и в данном случае города ясентуки я понял что в межсезонье наличие ветряка жестоко как говорится обязательно чтобы аккумуляторы жили дольше летом солнца у нас сверх достаточно для того чтобы использовать только его вот но отсутствие вот как сейчас вижу перемена погоды доведет к тому что возникает ветра поэтому опять же даже если нету солнца то у нас есть ветерочек иногда бывает вообще как говорится жестоко по приходу энергии это когда в солнечный жаркий день начинается хороший ветер тогда действительно летом хоть кондер стать полностью от альтернативы чтобы он охлаждал наоборота летом помещение вот ну и опять же повторю прошу вас поймите меня правильно я не торгаш я делаю ветрогенераторы не для того чтобы их продать и заработать на этом я делаю ветрогенератор и прежде всего чтобы помочь себе в хозяйстве носим всем пока ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на канал рад если кому-то это видео было полезным пока